Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин, а также Виктория Антонишина. Здравствуйте. Политическая реформа станет серьезным подспорьем в осуществлении модернизации Казахстана. Новая система государственного управления подразумевает концепцию сильный президент, авторитетный парламент, подотчетное правительство. Усиление парламента – принцип демократизации политической системы, поскольку усиливается роль партии, представленных в законодательном органе. Так считают и западно-казахстанские активисты, принимавшие участие в обсуждении конституционной реформы. Вся система нашей власти построена на том, чтобы парламент самое активнейшее участие принял во всех основных, базовых, главных вопросах развития нашего государства. И, соответственно, парламент будет контролировать и акиматы, масляхаты, назначения будут. Один из важнейших базовых принципов – это когда парламент будет принимать отставку правительства. Общество меняется многогранно. Очень много вызовов. И внутри общества много вызовов вокруг страны. И поэтому вот это призыв, обращение консолидированной ответственности, ответственности каждого человека за страну, за будущее. Общественники семьи считают, что перераспределение полномочий в рамках реформы поможет укрепить диалог между обществом и властью. Это значительно усилит роль правительства и парламента. В этом уверен и вице-президент Ассоциации некоммерческих организаций Николай Исаев. И то, что президент определил в начале экономика, а затем уже политика, наверное, самый правильный был путь на тот момент. Сегодня мы перешли уже к другому этапу. И тогда в Конституции было записано демократические начала. И то, что сейчас часть функций передается парламенту, наверное, правильно, чтобы парламент уже не только спрашивал правительство, но и участвовал в ее работе. И отвечал за то правительство, которое он определил сам. Если Казахстан в ближайшем будущем выполнит все пять приоритетов, о которых президент Нурсултан Азарбаев говорил в своем послании народу, это обеспечит стране вхождение в тридцатку самых развитых стран. Так считает профессор одного из ведущих турецких университетов Хаяти Тюфикчугла. По его словам, Казахстан в мировом сообществе оценивают как стабильно развивающееся, миролюбивое государство. Казахстан уже провел две масштабные модернизации. Теперь страна стоит на пороге новой, третьей по счету. Если ваше государство сможет решить поставленные задачи, то в дальнейшем Казахстан станет конкурентоспособной страной, которая сможет дать отпор глобальным проблемам. Между тем, в Петропавловске в результате несчастного случая на строительном объекте пострадали 22 рабочих. Простите, происшествие произошло сегодня около 10 утра. По словам очевидцев, сломались леса, по которым передвигались строители. Один из них упал с высоты девятого этажа, другой с четвертого. Как удалось выяснить, мужчины приехали из города Омска и работали по договору. Оба доставлены в больницу в тяжелом состоянии. К слову, еще один упавший с высоты десятого этажа по счастливой случайности не получил никаких телесных повреждений. Его отпустили домой. В целом, в регионе это уже не первый случай на строительстве. Две недели назад погиб еще один рабочий. Он сорвался с высоты двенадцатого этажа. У одного из них компрессионный перелом 11-12 грудных позвонков, неосложненный, и перелом 10-го ребра слева. Второй больной, также с данной стройки, поступил с множественным переломом ребер справа, третий, четвертый, седьмой, восьмой, то есть множественный перелом ребер, перелома выфир правой плечевой кости. Ушиб правой почки, ушиб поясничного отдела позвоночника, травматический шок первой-второй стадии степени. Значит, госпитализованное реанимационное отделение нашей больницы. Состояние обоих больных стабильное. До 10 человек возросло число жертв пожара в отеле в Китае. Ранее сообщалось о трех погибших и 14 раненых. Напомню, инцидент произошел в городе Наньчань. Возгорание началось на втором этаже гостиницы во время ремонтных работ. Из здания и жилого комплекса, находящихся в одном строении, эвакуировали 260 человек. Точная причина возгорания пока не установлена. Однако полиция предполагает, что при проведении работ была нарушена техника безопасности. В общей сложности задержаны семь подозреваемых. Ведется расследование. Там же в Китае, только уже на востоке, в 130 морских милях от города Чжуншань, затонуло рыболовное судно. Как передает агентство Синхуа, пропали 13 рыбаков. Всего на судне находились 20 человек, 7 распасены. В поисковых работах участвуют 4 корабля ВМС Китая, вертолеты и около 40 рыболовных лодок. Причина крушения судна пока неизвестна. Финансовая прокуратура Франции открыла расследование против бывшего премьер-министра Франсуа Фиона. Кандидата в президенты от республиканцев подразивают о фиктивном трудоустройстве своей жены. Скандал вокруг Пенелопы Фиона разразился после того, как в СМИ опубликовали статью, согласно которой она якобы 8 лет получала зарплату как помощник Фиона, но при этом никакой работы не выполняла. Отмечу, проверка в отношении супруги Фиона была инициирована 25 января. Сам политик опроверг сообщение СМИ, указав, что его жена работала с ним всегда с первых выборов в 1981 году. Происходящее он назвал масштабной операцией по устранению его кандидатуры. В Западно-Казахстанской области работодатели задолжали своим сотрудникам свыше 160 миллионов тенге, хотя только в прошлом году они погасили задолженность в 340 миллионов. Зарплату тогда получили около 2,5 тысяч работников. Чтобы эффективнее защищать интересы населения, Департамент юстиции, Трудовая инспекция и Палата частных судоисполнителей заключили между собой соглашение о совместной работе. Материал переходит уже частным судебным исполнителям, в частности в региональную палату частных судебных исполнителей, которые принимают уже меры обеспечения арест, реализации, арест имущества, счетов. Зачастую, когда работодатель узнает, какие последствия грозят за это нарушение, они уже на начальной стадии возмещают. С 2016 года у нас 9 производств перешло, 2 из них находятся у нас на производстве, это Департамент юстиции у государственных судебных исполнителей, и 7 находятся у частных судебных исполнителей. Это банкротное производство, недобросовестные работодатели. Больше 150 мангостаутских студентов, выбравших рабочие профессии, вновь попробовали свои силы в международном конкурсе профессионального мастерства. В чемпионате WorldSkills Казахстан принимает участие уже в третий раз. В прошлом году, благодаря участию в конкурсе, 2 мангостаутских студента получили гранты и теперь обучаются в Турции. Вежливый официант украсит любое заведение. Такого девиза придерживается студент Мангостаутского колледжа туризма Бакжар Мрзабаев. Искусство своей профессии он изучил досконально. Сегодня парень удивил жюри умением быстро и безошибочно сервировать стол. Чтобы расположить к себе клиента, признается Бакжар, у него есть свои хитрости. В нашем деле существует термин «аперетив». Это алкогольный напиток, который подается до еды и вызывает отменный аппетит у клиента. От того, каким будет этот напиток, будет зависеть и заказ блюд. За работой наблюдают специалисты с внушительным опытом. За 90 минут участники должны выполнить три задания. Если кто-то не уложится вовремя, отстранят от дальнейшего участия. Рад, что местная молодежь начала изучать специальности, не касающиеся нефтегазовой сферы. Идут учиться на ветеринаров, сварщиков, электриков и других представителей рабочей профессии. Огромным спросом пользуется профессия информационной технологии. Региональный этап проводится по 27 рабочим специальностям. Цель мероприятия – вызвать интерес у молодежи к рабочим профессиям. Лучшие в своем деле студенты примут участие в национальном этапе в Астане. А главные победители этой осенью отправятся на международный чемпионат в Абу-Даби. Татьяна Ковалева, Саламат Бигбаев, Хабар 24, Актау. И о спорте летающие лыжники. Из Казахстана взяли серебро на восьмых зимних азиатских играх. Командные соревнования на Большом трамплине выиграла Япония. Третьей стала Южная Корея. Ранее бронзу нашей сборной принесла женская сборная по хоккею. Свой заключительный матч команда провела против Таиланда со счетом 8-0. Таким образом, в копилке Казахстана сейчас шесть золотых, восемь серебряных и девять бронзовых наград. К этому я все. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok